Больше 19 тысяч родов за два года приняли в Тольяттинском перинатальном центре. И это несмотря на ремонт. Сейчас в медучреждении завершен очередной этап реконструкции оборудования по последнему слову техники. Оперблоки и палаты соответствуют всем современным стандартам. Мнение врачей и впечатление пациентов в нашем материале. Ждали всей семьей не только в Тольятти. Муж Яна Экуду готов встретить супругу уже с дочкой Миленой в Турции. Девушка родилась и выросла в Автограде, затем вышла замуж, уехала из страны, но решила, что рожать будет здесь, в перинатальном центре. Прошло все хорошо. Первая у меня девочка родилась на 3,340 кг, 53 сантиметра. Персонал все доброжелательный, хороший, помогает. Межайонному перинатальному центру 8 лет. Сданье роддома, в котором он располагается, 40. Два года велась реконструкция и модернизация. Теперь здесь все по последнему слову техники – ремонт и современное оборудование. Вы знаете, это качественное норме, это технологическое, высокотехнологическое оборудование, которое позволяет нам поддерживать все мировые станды. Все мировые. Да. Реализация проекта модернизации и реконструкции стала возможной при поддержке областного правительства. В 2014 году из бюджета региона было выделено 419 миллионов рублей. Из них 209 миллионов на ремонт и 210 на переоснащение. Удачи вам, всем здоровья. Спасибо большое. Потому что растут крепкие, здоровые, мировые, воспитанные, грамотные. Само доброе. Во время ремонта центр не прекращал функционировать. За два года реконструкции принято больше 19 тысяч родов. Цветы – молодым мамам, а коллективу – символичный подарок. Всегда на память был ангел-хранитель. Спасибо вам. Как можно больше было здоровых. И радовали они своих родителей, коллектив наш, радовали город. Спасибо огромное, Николай Иванович, за то, что вы нам подарили такой прекрасный перинатальный центр, где мы с огромным удовольствием работаем. Помогаем нашим женщинам, нашим пациентам, нашим детям. И благодаря тому, что вы внесли такой огромный вклад в развитие нашего перинатального центра. Спасибо вам огромное. В ходе рабочего визита губернатор посетил расположенный в медгородке Автозаводского района центр нефрологии и диализа. Это учреждение стало первым в области примером государственно-частного партнерства в здравоохранении. Инвестор берет на себя обязательство возвести и оснастить медцентр, правительство курирует эту работу и дает будущей клинике заказ на лечение пациентов. 26 аппаратов, почечно-заместительная терапия 4 раза в день, 3 раза в неделю. Мы живем прекрасно, хорошо. Молодцы. Здоровье главное вам. Да. И ходите, ходите, надо ходить. Вот я тут, я и хожу. Еще за 3 года ни разу не пропустим. 14 лет назад на территории медгородка начали возводить храм в честь святого великомученика и целителя Патилеймана. Завершить строительство вмогло правительство региона. Сегодня на службы сюда собираются прихожане со всего Тольятти. Богослужения проводятся для пациентов и в корпусах медучреждения. Мария Шпакова, Сергей Павлов. Новости губернии Тольятти.